Скажите, пожалуйста, а вот многие наши зрители спрашивают и хотели бы узнать, вот как мне пишется, пусть Ольга Алексеевна это расскажет, вот чем именно органические, в органической форме минералы, которые поставляются в компании Коралловый клуб, отличаются принципиально от неорганических минералов, которых везде и так полно, так сказать. Вот поэтому я вам специально вопрос этот, так сказать, хотел адресовать, наши зрители. Скажем так, органическая химия вообще отличается от неорганической химии тем, что она когда-то была, так сказать, либо была живым организмом, и это растительного и животного происхождения, продукты, скажем так, либо она разработана по той схеме, что минералы находятся в хилатной форме, то есть это в соединении с остатками либо аминокислот, либо каких-то белково-минеральных комплексов. И дело в том, что представляете, как природа устроила мудро, вот, например, огромное количество кальция существует, ну, мел, допустим, возьмем самую обычную форму, но если бы в организме не было пограничного кордона, который усваивает этот мел, представьте, человек съел ведро мела, и он стал меловой горкой, вот этого не произойдет, то есть в кровь практически не проникнет никакое количество вот этого кальция, потому что он является очень трудно усваиваемым, да, и для того, чтобы кальций имел, как бы, пропуск, межклеточное постранство, а потом в клетку, в лимфу, в кровь, он должен был либо быть когда-то растением или животным, либо иметь какое-то, так сказать, сродство к этому. Вот, например, с йодом очень веселая история, да, мы знаем, что настойка йода у нас не усваивается, но моножекармелиты когда-то, в очень древние времена, очень долго мешали, там, смешивали, болтали йод с молоком, в надежде на то, что белки, которые есть в молоке, присоединят, ну, чисто механическим встряхиванием, какие-то молекулы йода, и на себе, благодаря своим вот этим механизмам, ну, как это называется, протащат этот йод дальше в кровь, в межклеточное пространство и внутрь организма. И действительно им это частично удавалось, и вот эта форма, смешанная йода с молоком, йодистое такое темное молоко, она была более усвояемая, чем простая, например, настойка йода спиртовая, да, так вот, точно так же с любыми минералами. Любая органическая форма минерала, а в «Кораллом клубе» это и органическая сера, МСМ, значит, моно такой препарат, это и цинк, это и калия-глюконат, поташ, например, да, это и минеральная смесь микрогидрин, из которой тоже получается очень хорошая щелочная вода, калий-магний-натрика в этой форме. Это и кремниевые композиции, то есть практически 80% минералов идут именно вот в этой хилатной органической форме, которая способна пройти вот эти пограничные клеточные и межклеточные кордоны, то есть защитные. Потому что на самом деле это у природы защита. Было бы все очень непросто, нужно тебе железо, лежи железный гвоздь. Можно тебе соси цинковую, там, я не знаю, там, пластину или так далее, но этого не произойдет. Органическая и неорганическая природа не смешивается. Совершенно. Поэтому нам обязательно надо посмотреть, а был ли этот минерал растением, это наилучший выход. Более худший выход, я бы сказала, плохой выход. Посмотреть, был ли этот минерал когда-то в составе, например, животного какого-то организма. Ну, например, кальций в костях. Ну, я не приемлю, в общем, органические вот эти вот животные формы тоже, потому что, ну что такое толченые кости, ну, например, коровы там или каким-то образом приготовленные. Мне это чисто философски не нравится, поэтому я действительно очень уважаю вашу позицию, Юрий Андреевич, то, что вы являетесь в чистом виде вот сыроедом и придерживаетесь природным, потому что мы такое количество животных убиваем ради получения вот этих органических форм. Это просто мы будем платить за все, за все, за каждого убиенного кролика, что называется, в этой жизни. Поэтому я с вами согласна. Органическая форма минералов, а коралловый клуб придерживается именно этой концепции, органические формы минералов, да? Поэтому большинство минералов, которые вы получите, они будут в органической филатной форме. И вот это радует. Более того, что надо понять, люди, к сожалению, часто вот именно путают, не понимают разницы. Дело в том, что природа все очень разумно предусмотрела. Так же, как жизнь может, вот только в стопроцентном варианте усвоения и КПД усвоения, может клетка живая передать свою энергию и строительный материал другой живой клетке в процессе, так сказать, вот пищеварения и так далее. В процессе сложных экологических вот этих пищевых цепей и сетей. Всегда в природе все ясно, что есть определенные группы животных, которые питаются строго определенной им пищей от природы. На это есть анатомические особенности данного животного, морфологические и внешние, и, конечно, биохимические. Так же, как и у нас, мы не обделены, мы, наоборот, более высшие существа в плане и биологического строения, и функционирования. Но я уж не говорю про разум и все остальное, про душу.